Вы стопудово очень много всего разного слышали про талант, есть самые разные высказывания про него, там народные поговорки, притча про зарывание таланта в землю, у вас наверняка есть какое-то свое мнение, вот про то у вас конкретно есть талант или его нет, или если у вас там очень низкая самооценка, вы считаете себя бесталанным, и назвать кого-то бесталанным, это же, это очень серьезное оскорбление для любого творческого человека, надо сказать, что вот эта работа не содержит просто не толики таланта, это значит прям на ней крест поставить, но что это значит в прикладном смысле, действительно ли важен талант, что без него ничего сделать нельзя, в этом разговоре нету лучшей иллюстрации, чем история потрясающего Дэйва Мастейна. Если вы не особо увлечены тяжелой музыкой, не спешите выключать этот видос, это больше про становление творческой личности в общем, и кстати, этот ролик, это ремейк на тот, что выходил еще на старом канале, аж 3 или 4 года назад. Если вы со мной настолько долго, то во-первых, алдам респект, во-вторых, вы ничего нового здесь не услышите, к сожалению, но с другой стороны, я расскажу это гораздо бодрее и лучше, и картинка попезже. Приятного просмотра, здрасте, вы на канале Сейна. Дэйв Мастейн совершенно легендарная фигура. Человек, который играл в Металлике, основал группу Мегадет, играет в ней до сих пор, победил рак, имеет рекордное количество пройденных курсов наркологического диспансера и огромное количество историй про его бурную молодость. Собственно, персона настолько легендарная, что даже в русском интернете до сих пор существуют тематические сообщества, которые разбирают конкретно мемы из его биографии. Блэй, ты мать его, молодец, Хэтелу пизды дал, блэй, 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 сука! То есть как бы львиная доля контента группы построена на байках из 90-х, которые происходили вообще на другом континенте. Паблик типичный Дэйв Мастейн, респект, всю жизнь вас котировал. Помимо этого, он в разное время признавался самым быстрым гитаристом, самым мелодичным гитаристом. Вот просто как только его не называли, он абсолютно икона также и гитарного мира. И вот он, ну явно ведь обладатель таланта. Ну вот даже просто видосы, как он на гитаре играет, ну ведь воплощение одаренности. Давайте углубимся в историю. У него была небогатая семья, они часто переезжали, отец был алкоголиком, бил мать, в общем там такое тяжелое грустное детство. И в какой-то момент на день рождения маленькому Дэйву дарят гитару. И вот казалось бы, здесь должно начаться вот это вот красивое путешествие его в мир музыки. Но нет, эту гитару разбила его сестра ему же об голову, когда они там вот что-то не поделили. И тогда гитара Дэйва совершенно не привлекла. Будущий вот гениальный гитарист обошел стороной инструмент, решил не. Собственно, пока не появилась более интересная мотивация. А это конкретно в более старшем возрасте. Он уже не жил с родителями и работал барыгой. Да, вот здесь плашки, все запрещено, одобряем, а не одобряем, точнее осуждаем, полностью ликвидируем мы против наркотиков. Наркотики плохо, но исторические факты есть исторические факты. Он толкал траву, потому что мало чего умел. Вообще-то говоря, вообще ничего не умел. И, собственно, так же происходили его первые знакомства с музыкой. Просто была у него знакомая, которая обменивала ему пластинки на траву. И таким образом он знакомился со всем самым свежим и крутым. В том числе, например, Джудас Пристом. Про эту группу и конкретно ее солиста у меня есть, кстати, крутой ролик. Очень рекомендую его посмотреть. И вообще Джудас Прист стал вдохновением для всех, наверное, тогда еще зарождавшихся только трэшеров. И в том числе для Мастейна. Он научился играть на гитаре. Для чего? Для халявных наркотиков и телочек. Это не образное выражение и не моя додумка. Это он сам так говорит. Ну и, честно говоря, это неудивительно. Ну то есть большинство музыкантов, которых вы знаете, особенно таких вот эпатажных, как там те же металлисты. Короче, все, кроме каких-то академических чуваков, они начинают этим заниматься, ну вот там лет в 20. Честно говоря, странно ожидать от 20-летних, как правило, еще и бедных чуваков каких-то высоких мотиваций. Ну вот даже вы сейчас, если вам 20 лет или меньше того, тем более, получаете какое-то образование. У вас что, какие-то вот прям высокие мотивации? Ну и у Мастейна тоже не были. Он начал играть на гитаре и оказался в этом весьма и весьма неплох. Сначала он играл в малоизвестной группе Poison. Это, честно говоря, не важно. Важно это то, что в какой-то момент он увидел объявление в газете, что разыскивается гитарист в группу Металлика. Тогда у Металлики не имелось какой-то глобальной славы, но именно среди тогдашней тусовки о них многие знали. И все-таки это было не совсем пустой звук прийти на прослушивание к Металлике. Мастейн туда заявился. И если вы когда-нибудь видели, как гитаристы подключаются и настраиваются, вы знаете, что перед тем, как непосредственно начать играть, им нужно минут 20 минимум для того, чтобы подключиться и делать свои вот эти... Просто играть какие-то рандомные куски, вообще кое-как связанные. Просто то, что им сейчас на ум приходит, они вот херачат по струнам. Собственно, тем же самым занялся Мастейн, когда пришел на прослушивание к Металлике, то есть подключился, что-то там... И до того, как они начали уже вместе играть, его взяли в группу. То есть по одному тому, как он настраивался, и вот какие он штуки успел провернуть вот в порывах этого начального разогревочного выебона. Настолько он был хорош. Ну и, собственно, вот все. Ну, талант-то уже заметили, уже как бы все, что должно было произойти, произошло. Получается, он дальше должен написать с Металликой гениальные произведения и жить себе припеваючи, когда его талант заценила вся планета. Но не совсем так. Действительно, его произведения и его наработки вошли в первый альбом, но из Металлики его выгнали. Почему? Потому что он был неадекватным наркоманом. То есть просто была известная история, как Мастейн отпиздил Хэтфилда за совершенно абсурдную херню. Типа там собака Мастейна встала и поцарапала машину, они начали друг на друга выебываться, Мастейн его отхерачил. Ну и, в принципе, всегда Мастейн находился в каком-то совершенно непонятном состоянии. Ах, да, почему у него, собственно, были собаки? Потому что собаки дома охраняли его наркоту. И был он настолько невменяемым, что сама история его изгнания была такая, что они ехали в грузовике, то есть это не крутой туровый автобус, а такой ебаненький грузовик, в котором оборудовании, прямо на оборудовании сидят музыканты. И по заранее принятому плану они в какой-то момент пути просто берут, останавливают грузовик, будет Мастейна, который спал вот вместе с ними ехав, выставляют его вместе с комбиками прямо на дорогу, и он, вот как типичный музыкант с какой-нибудь открытки, с гитарой и комбарями, остается и глотает пыль уезжающей машины. И вот так они распрощались. И вот снова чуете, да, как не получается красивой истории про талант, но, допустим, можно сказать, что типа, ну, у него был просто такой херовый характер, что никакой талант здесь не поможет. Вот в тему этого в Металлику также проходил прослушивание Лес Клейпл, будущий, ну, совершенно гениальный басист и будущий основатель и лидер группы Праймус. И его тогда не взяли, сказав, что он слишком хорош. То есть типа, что в Металлике нечего играть с твоими скиллами. И вот это решение было, кстати, очень полезное, потому что, возможно, мы бы не увидели кучу прекрасных произведений, если бы Клейпл был заперт в рамках Металлики. Вот тоже в тему одаренных людей. Но возвращаясь к Мастейну. Собственно, недалеко от места, у которого его выкинули, он снял себе жилье и жил с мыслями о месте, как вот и Спинки, и Брейн, это старшая мышь. И, собственно, думал, что делать дальше, думал сколачивать группу. В какой-то момент он заметил, что под ним живет басист и постоянно гоняет разные партии. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он мешал ему спать, и в одной из ужасных пробуждений от бас-гитары, особенно нужно учитывать, что там часто и наркотическое, и алкогольное похмелье, поэтому можно поверить, что это была страшная пытка, он с криком разбил свой цветочный горшок об балкон ниже. То есть он его вот так вот херанул с криком «Заткнись!» и так он познакомился со своим будущим бас-гитаристом. Его тоже звали Дэвид, только Эллифсон, и, собственно, из-за того, что у него такое же имя, он получил кликуху Джуниор и носил эту кликуху вплоть до момента, пока его из Мегадета не выперли, а это было, блядь, в этом году. Там очень ебанутая история, очередной секс-скандал, неважно. Суть в том, что вот таким случайным образом он познакомился с членом группы, который будет вместе с ним еще десятки лет. Тем временем у Металлики уже выходит первый альбом, Мастейн в ярости из-за того, что в части песен слышны его наработки и слышно, что это его, но, естественно, ничего ему не полагается, ничего не присуждается, ребята из Металлики говорят «все-все-все, ручки чистые, отвали от нас». Он еще больше наполняется яростью, а у них уже есть какая-то известность, у него совершенно ничего, но он сколачивает свою группу Мегадет, и с первого же альбома их начинают слушать. Успех, конечно, не такой, как у Металлики, но все равно это новая трэш-волна, он интересен, его скиллы заметно их ценят, он с самого начала мелодичней и разнообразней, и это вот противостояние, оно набирает и набирает обороты. Да, съем сила Хэммит мудила! Я вообще здесь появился, потому что очень как-то я галопом скачу по всем этим альбомам и разбираю больше конфликт со стороны Мастейна и только вот самые ключевые для моего рассказа точки, но стоит здесь дать понять, что все это время у них выходило огромное количество охеренной музыки, они писали реально очень крутые альбомы, и между событиями, которые я описываю, вышло по несколько с каждой стороны, и они имели все разный статус культовости, и то, что вы сейчас видите на экранах, это далеко не полный перечень того, что успели сотворить эти люди в те замечательные времена. Собственно, в этом и будет основное откровение, которое случится с и Металликой, и Мастейном уже во взрослом возрасте, в том, что да все это время они жили охерительные жизни, были охеренными музыкантами, которых охеренно любили фанаты за их охеренную музыку, а при этом сами они были сосредоточены там на соперничестве, доказывании кому-то чего-то и бессмысленной борьбе, но это все только потом. И как соотносятся вот все эти классические убеждения о Таланте с тем, что самые яркие впечатления от Мегадет у разных людей, которые с ними работали, оставались от того, насколько они были обдолбаны во время работы. То есть Мастейн на своих фотосессиях иногда был в состоянии почти отключки, то есть его отпирали как-то об стену, чтобы он более-менее выглядел, вот этот вот томный взгляд на фотографиях, это в большинстве случаев не какая-то модельная фишка, а реально он просто почти отключился. И при этом нужно понимать, что, ну да, зависимость там от наркотиков, это то же самое, что любая другая болезнь, это мы привыкли слышать как страшные слова, но на деле это обозначало, что чуваки забивали на сон, еду и все остальное, и большую часть, ну вот просто все свои бабки, тратили на наркотики. И дело не в том, что им не хватало на еду, то есть такое тоже бывало, но они чем дальше, тем более богатыми становились. Им было похер на еду, и, например, когда они писали вот «Cutdown to Extinction», про который дальше пойдет речь, они тупо закрылись на реп-базе, питались исключительно чизбургерами, и все, что они делали, это писали музон, писали музон, когда уставали писать, выходили во двор, кидали мяч в кольцо, возвращались, писали музон. И все это почти не жрамши, постоянно под наркотой, и если вам сейчас этот образ жизни кажется крутым, то это вы просто молодой, еще мало к гастроэнтерологу ходили. На самом деле, сами они в этот момент находятся в ужасном состоянии. Но даже с такой дополнительной нагрузкой, они просто на реп-базе, как бы на лету, создавали совершенно шедевральные вещи. У меня там в закрытом паблике уже, наверное, по 103 с мегадетом, с подборками точно было, и после этого видоса также выйдет подборочка лучшего из всей четверки трэша, что я нарыл для себя в последнее время. Я то у Слейера, то у Метлы продолжаю находить какие-то вещи в старых релизах, там, благо, есть где покопаться, которые я для себя открываю, такой, нифига себе, как я этого не слышал до этого. Все это и многое другое в моем закрытом паблике, в котором сидят мои патреонщики, за счет которых я живу. Они соревнуются каждым новым релизом, фанатские базы начинают даже разделяться, одни за Металлик, у других за Мегадет. У Мастейна выходит альбом «Cundown to Extinction», который, например, мой самый любимый, и он занимает вторую строчку в билборде, это очень высоко, это значит очень большой интерес к релизу, но первую строчку в этом рейтинге в тот момент занимает Металлика. И каждый раз происходит это опережение, Мастейн каждый раз отстает. За это время трэш успевает расплодиться, очень много появилось разных групп с разных стран и континентов, и выделяют из них именно в отдельных родоначальников и просто королей жанра четверку трэша. Это Металлика, Мегадет, Слеер и Антракс. И, собственно, что Слеер, что Антракс обладали своей как бы специфической направленностью. Если Слеер... Блин, я вообще про них хотел бы отдельный ролик сделать, они, кстати, тоже очень круто иллюстрируют эту же мысль. Ну и что у Слеера, что у Антракса звучание специфическое, Мегадет — это вот такой классический трэш, а Металлика, она как бы путешествует по атмосферам. Просто через один альбом и Металлики ловят какое-то бешеное непонимание со стороны одних фанатов, а со стороны других, наоборот, дикое одобрение. Металлика меняет жанры, говорит новые слова в Металле, Мегадет делают отборную трэшанину. Они вот совершенно шли по двум разным путям, и, собственно, если углубляться конкретно, то Металлика своими разными релизами, по сути, порождала целые направления саунда. Ну, понимаете, когда что-то главенствующее, это как бы вот ледокол, который своими поворотами дальше определяет движение всех, кто пойдет за ним. Тем временем, Мегадет продолжает быть иконами жанра, у них там в общей сложности что-то 14 или 12 номинаций на Грэмми было за все время, притом выиграли они его только вот совсем недавно, вот буквально там пару лет назад. Но это не важно. Важно то, что за все это время они стареют, притом в смысле вырастают и становятся умнее и как бы, ну, разумней. Например, у Мастейна в какой-то момент это вот реально звучит как какое-то бабушкино такое предостережение, что будешь много трясти башкой на концерт, у тебя, мол, шея отвалится. Ну, так у Мастейна реально начались проблемы с шеей, то есть из-за постоянной тряски головой у него там начались какие-то жуткие зажимы, он долго сидел на обейсболлах, в какой-то момент сидеть на обейсболлах стало уже невозможно, и он лег на опасную операцию, которая не факт, что закончилась бы успешно, то есть это было волнение для его и всех остальных, и вообще такой определяющий момент. Суть операции была в том, чтобы зафиксировать его металлические пластины и болты вот в шее, она в итоге прошла успешно, все нормально, но из-за этого у него понизился голос. То есть он в принципе заново учился как бы и петь, и в принципе издавать звуки, но в итоге получившийся результат был ниже, чем все его предыдущие записи. И с того момента Мегадет понизили строй всех своих песен до этого, то есть они все на концертах ниже играются, и все будущие альбомы Мегадет также, собственно, были на тон ниже. И вот это звучит как жертва именно настоящего маэстро для своего ремесла, который вот был в ужасном состоянии, потому что мог его лишиться, и после этого он пошел на жертву, чтобы продолжать заниматься любимым делом. А начинал он его, чтобы нравиться телкам и курить траву. Как и я уверен, все в четверке трэша. Собственно, спустя годы все они помирились, и Мастейн с Металликой, и они там всей четверкой выступали, это все красивая, классная история. Металлика там пережила просто невероятные взлеты и падения, всех попереворачивала в жанре. Но что мы имеем в итоге? В итоге Металлика не выпускала альбомы супер долго после этого, выпустила вот этот Hardwired. Конечно же, фанаты опять недовольные. Есть там пару песен, которые крутые, и лично мне... Ну я в принципе не так скептичен, я не такой фанат Металлики, я че, пару новых песен, мне прикольно в принципе. Но он, как и остальные, был раскритикован, и просто вот эта вот планка жанроменятеля, и вот их бэкграунд, он, мне кажется, является основной причиной, почему Металлика себя в творчестве не чувствует спокойно и вольготно, плюс, опять же, в тему реализации творческого потенциала, нет, наверное, гитариста несчастнее, чем тот, кто пришел на замену Мастейну. Его пинали просто все, кому не лень, естественно, всегда сравнивали с Мастейном. Кирк Хэммит, это просто один большой анекдот для всей металлической сферы, он на самом деле, ну, он не так плохо играет, да, как его молюют, но прикол есть прикол, он уже пошел, его уже не остановить, и особенно это подпитывают реальные факты, как, например, реальные моменты, когда Хэдфилд не допускал его к записи альбомов и записывал все сам, и то есть они как бы сознательно держат у себя херового музыканта, за которого они играют, то есть, понятно, что это все очень неоднозначная история, но вот как бы такое всплывает, и как еще фанатам к этому относиться. А зато Мастейн спустя годы пишет, у него не было именно такого давления, конечно, многие говорят, что он скатился, но последний альбом был довольно-таки неплохой, и с выпуска предыдущего ролика моего, Мастейн успел обнаружить у себя рак, победить рак, ну, в конкретном таком возрасте, и сейчас идут сливы о том, что выходит новый альбом скоро у них, и что он вот уже готовенький, и он снова поедет с турами, и снова дропнет альбом, охереть! И так как между этим роликом и ремейком прошло аж 4 года, успели другие люди снять на ту же самую тему, Мастейн интересная фигура, и самый, наверное, яркий из тех, кто снял, был Резонанс. Он очень серьезно берется за разборы, прям так скрупулезно все это дело разбирает, и я специально перед производством этого ролика не смотрел тот, чтобы не, типа, не схватить его взгляд на вещи, сделать со своим, и уже смонтировав, я посмотрел, там во многом мы сходимся, и, ну, явно из одних источников инфа, и где-то даже мысли сходятся, но там, где мы расходимся, предчувствую взрывы в комментах, что у тебя не тот факт не так написан, но это не так важно, я вам рекомендую посмотреть его видос, там гораздо более подробно про Мастейна, чем в этом, и там тоже очень ярко прослеживается эта мысль, отсутствие какой-либо связи между одаренностью человека и его ролью в музыке, потому что ровно как Мастейн был, казался самым выдающимся из всей четверки трэша гитаристом, ну, по совокупности там сочинительства и технической подкованности, ровно таким же считался с точки зрения вокала вокалист Антракса, но в итоге ни одна, ни вторая группа не сделала то, что сделала Металлика, в которой, наоборот, что гитаристы, который пришел на замену Мастейна, Хэммета, что Ульдриха, барабанщика, всех их, ну, вот, наверное, кроме почившего Клиффа Бёртона, называли непрофессионалами и до сих пор называют. И с этой же точки зрения Слеер отстает вообще во всем, и, например, известный факт, что тот же Мастейн дофига фишек показал Керри Кингу, гитаристу Слеера, который они использовали потом все время, и, по сути, вложил серьезный вклад в персональный стайл Керри Кинга и, соответственно, звучание Слеера. И с этой точки зрения Слеер должны были стать какой-то группой-аутсайдером, самые отстойные из четверки, но нет, они, наоборот, самые культовые из четверки. Факин Слеер! Не, ну про Слеер точно надо отдельный ролик делать. Ладно, ладно, когда-нибудь будет ролик про Слеер. Когда-нибудь скоро, но не слишком. И, опять же, начиналось все с травы и с телок исключительно. И, собственно, в этом есть, наверное, основная мораль видоса, что в случае со спортсменами понятно, да, если у какого-нибудь там чемпиона по плаванию рука как весло, и ты ничего с этой физиологией не сделаешь, то в случае с творчеством это как бы, ну, свободная сфера. Здесь не так важны твои реальные скиллы. И я множество раз упоминал исследования, в котором алгоритм изучал именно скиллы изобразительные разных художников в разное время, популярных и имевших именно статус гениальных. И он не нашел никакой связи между тем, как к художнику относились в жизни и непосредственно его вот одаренностью и скиллом. И определяющим фактором, был художник популярен в своем времени или нет, было то, был ли он в тусовке или нет. Все знают историю Ван Гога, но немногие знают, что там художники, которые при своей жизни имели просто все почести, они просто общались с кем надо. И то же самое относится к самым разным творческим сферам. То есть, одно дело художественная тусовка 200 лет назад, другое дело время с интернетом. Поэтому я предлагаю вам эту, как и остальные мысли и стереотипы про предопределенность всего, что вас ждет и с вами происходит, оставить вот подальше, выкинуть на помойку и работать, работать и еще раз работать. Чтобы работалось приятней, могу вам предложить охеренный, скопленный годами архив, музла, книжек, фильмов и всего остального, который является моим прекрасным закрытым пабликом, уголок секретных маразмов сейна. Вход туда 5 баксов через патреон, инструкция в описании. Если 5 баксов нет, или уже подписку оформили, мои любименькие, то направляю вас в свой замечательный инстаграм или в замечательный инстаграм движения ебанарт. Не знаете, что такое ебанарт и ебаназия? Так вы всю жизнь пропустили, вам быстрее надо смотреть, что там. Вот, в принципе, в конце допизделся, что еще? Ах да? А! Субтитры сделал DimaTorzok